Инженер Виктор Оберт показывает новый теплопункт. По его словам, достраивать всегда сложнее, чем строить. Требовалось вносить исправление в документацию, заново согласовывать схему подключения. В доме 130 квартир. Каждую нужно было подключить. Полностью вся заборная арматура отсутствовала. Она необходима. В случае регулировки нужно увеличить или уменьшить температуру в квартире. В подвешенном состоянии жители дома оказались около 10 лет назад, когда умер застройщик. Объект стоял бесхозным. Все было разбито, все было разворовано. Окна, двери, тут вообще нигде ничего, никого. За это время здесь сменилось несколько управляющих компаний, которые обещали достроить дом. В прошлом году дольщики обратились с проблемой в городскую администрацию и к депутату Госдумы Ивану Демченко. Удалось найти выход из ситуации, при котором жителям не придется платить дополнительные деньги. Хочу поблагодарить директора теплоэнерго, Фисенко Алексея Сергеевича, администрацию города, Хижняк Светлану Ивану Демченко Ивана Ивановича. Им всем низкий поклон, потому что мы сидим в тепле. Прогайте самые батареи гонячие. Вот, долго держать в трубу нельзя. Любовь Семеновна живет с дочерью и внуком. Ремонт начали делать прошлой осенью, когда появилась уверенность, что вопрос сдвинулся с мертвой точки. Да и устали мотаться по съемным квартирам. Да я это свято верила, потому что столько лет и вдруг такое движение. Конечно верилось и конечно хотелось вериться. Мы же люди русские, мы же верим в чудеса и в надежду. Вот это вот вера и случилась. Поэтому мы скорее сделали, скорее мы сюда въехали. Все денег у нас лишних нету. Работает одна дочь, я на пенсии. Все это время проблемный объект на контроле у администрации города. Муниципалитет оказывает помощь в оформлении документации, ведет переговоры с ресурсоснабжающими организациями. Совместными усилиями дело дома 144 по улице Владимирская движется к завершению. Пока ремонт сделали в пяти квартирах, впереди сдача дома и юридическое оформление права собственности. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.